Коринфянам, 3 глава, 12 стиха. Как написано? Я веровал, потому говорил. И мы веруем, потому и говорим. И вот сегодня во всех храмах на литургии люди слышали эти слова, они по церковно-славянскому также звучат. И мы веруем, потому говорим. И все стоят и молчат. Вот сколько есть людей православных, все одного сегодня солгали. И батюшка солгал. Я веровал, потому говорил. В обратном порядке. Не говорил, тогда значит и не веровал. Это означает, вера будет обязательно прорываться, как источник. Вот источник под тюрьмой, где расстреляны были монахини. Забили источник, дали указание возить с города свалку устроили. Завалили. Машину уехали, следом потек ручей. Опять пробило, и все пошло. Ничего не делаешь. Он будет пробивать в одном месте, в другом, в третьем, будет разрывать землю. Вот точно так и здесь. Самое первое гонение на апостолов было под эгидой, под лозунгом «Замолчите, мы вас не трогаем». А теперь вы наполнили речами своими весь Иерусалим, хотите на нас навести кровь того человека. Так вы же ее пролили, кровь не боялись, кричали кровь его на нас и на детях наших. Это вы же сказали. Теперь боязнь. И настрого запретили говорить. Вот все. Ты верь про себя. Сиди и молчи. И вот это сиди и молчи особенно усвоило монашество. Начиная с 4 века, ну и до 21. Мы веровали, потому говорили. Это написано. Спрашивается, где это написано? Псалом 115, 1 стих. То есть за тысячу лет до Иисуса Христа Давид говорит «Я веровал, потому говорил». А ведь интересно, по какому поводу он говорил? Что он веровал, это да. Евреев так воспитывали, что они от юности, с детских лет все слышали о Боге, Егове, поклонялись. Но повеления говорить другим не было. И почему он говорил? Что внутри у него не умещалось? А он дальше говорил. «Я сильно сокрушен». Вот предложение, чем заканчивается. Ответ-то где? Почему про это не говорят? Он говорил о сокрушении сердца. И говорил, что жаловался Богу Господе. Псы окружили меня. Скопище злых обступило меня. Со всех сторон теснят меня. Не на чем встать. Тинистое болото. Быстрое течение увлекает меня. Я веровал в Бога, что Он поможет. И говорил Ему, Иегова, помоги. Погибаю. Вот что Он говорил. А ведь нам-то другое. Господь говорит, сойдет в Дух Святой, и вы мне будете свидетелями. Не о скорби вашей. Потому что скорбь вашей превратится в радость. Как женщина, когда она терпит скорбь, рождая, а родится дитя, говорит, и забывает себя от радости. Родился новый человек. Воскрес Христос. Вот от чего. И Павел говорит, там написано, я веровал, потому говорил. А Павел говорит, мы веровали. Это переходит на всех. И говорили. Мы верующие. И подойдите к храму. Все скажут, я верующий. Все до одного верующие. Не верующие не будут к причастию подходить. Ну а дальше, это через запятую. И вы говорили. А о чем? Надо знать, о чем говорить. В первую очередь, о радости спасения. Как я погибал. Как далек я был от Бога. И как я воззвал к Нему. И ты в первый раз услышал молитву мою, и ты ответил мне. Вспомните, слава Богу, за все канон. И он наполняет хвалой и уста своей, наполняет вселенную. Вот поете сегодня Аллилуйя. Начинается только богослужение и Аллилуйя. У каждого свое. Я могу сказать, что у меня в это время делается в душе. Когда я обратился к Богу, мне очень сильно понравилось то место, где я обратился. И особый запах. Я там бедная. Все. Для меня это было как небо. И я стал просить у Бога, буквально в первый же день, Господи, вот как они живут, Михаил с Анной, мне бы так. Вот. До того мне понравилось, кто бы ни приехал, его гости. И все время поют у них, радуются. А ведь я вижу то же самое. Уже я подошел к концу, и теперь могу подводить итог. И именно так все и получилось. 44 года спустя я слышу, вы-то мне не чужие. Вы дети вокруг трапезы моей. И жена твоя, как плодовитая лоза. И наполнишь сыновьями твоими, колчан твой. Я на вас-то смотрю, не просто как один из прихожан, а смотрю, как на ответ от Бога. И ваше пение, как бы за столом, я представляю, сижу, и дочери мои, сыновья, и поют аллилуйя, и радуются. Я веровал, потому говорил. Я говорил, и рождались люди, рождались души, и приходили. Вот что в вашем аллилуйе, которое вы так слаженно, красиво сегодня поете, я вижу. Ответ на молитву. Я не знал, как это будет. И выполнить я не знал, как, и задачу эту я не ставил. Бог услышал молитву и сделал так. Я веровал и говорил Богу, Господи, мне хочется, чтобы вот такая моя была жизнь. Она во всем так и исполнилась. Я сейчас смотрю, ну буквально во всем. Как будто под копирку снятая. Что значит веровать и говорить? Посмотрим по Библии. Притча Соломона, 8 глава, 6 стих. Слушайте, потому что я буду говорить важное и изречение уст моих правда. Прежде чем начать говорить, надо знать о чем. Изречение уст моих правда. Я тебе скажу совершенную истину. Откуда? Из Писания. А чтобы знать это, надо молиться. Молиться, спаститься, творить милостыни, приблизить Бога к себе, чтобы Бог открыл знания. Никогда не жалуйтесь на память. Это нехорошо. Если памяти нет, ты только дальше через это проходи. Почему так? Я вам говорил, самое большое поражение ума даже не от янца, не от табака, от блуда. Блуд съедать, блудник, скуда умен. И скажи, я жил неправедно, не целомудренно, не трудился. Даже духовный блуд, дружба с миром, есть вражда против Бога, прелюбодея, прелюбодея. Я смотрел телевизор, все мозги рассыпались. Вот откуда, Господи, через это беспамятство я прихожу к тебе остатками ума, остатками памяти. Дай мне послужить тебе. Запомни, что ты любишь меня, что ты сошел на землю и умер на кресте за меня. Ты пролил кровь, причистую, за меня. Я рядом стоял, освобожденный. Кричали вараву или Христа. И народ прокричал вараву. А ты скажи, нет, меняй, назови свое имя. Это мое имя, вместо варава народ прокричал. И меня отпустили. Варава стоял, говорит, и смотрел предание, говорит. А он за что? И мы каждый можем сказать, по любви великой, по любви ко мне сошел Господь. Исайя 1, 2. Слушайте небеса и внимайте земля, потому что Господь говорит. О чем говорит? Двоеточие. Я воспитал их, сыновей моих, а они возмутились против меня. Вот о чем нужно говорить. Сколько добра Бог дал русскому человеку, какие бескрайние пространства, какие недра, леса, и забыли Бога. Бога нет. Вот потерянное поколение за поколением, четыре поколения прошло подряд, которые Бога вообще как будто не слышали. А и до этого, так как мало знали. Исайя 65, 12. Господь говорит так. Вас я обрекаю мечу, ибо все вы нераскаянные грешники, потому что я звал, а вы не отвечали, говорил, и вы не слушали. Вот о чем муж же еще говорит. Господь говорил, и я веровал, поверил его словам, Господь наделил, а мы об этом не говорили. Мы должны были все время говорить о великой милости Божией. Все песнопения должны были быть наполнены одним. Бог возлюбил русских людей. И здесь никакая нация не была лишняя. Посмотрите сейчас, что от нас многое скрывается, убивает нас, сменов, то другое. Это заряды все закладывают, мины замедленного действия. За каждое будем платить десятками и тысячами. Пророк Иеремия 26, 16. Тогда князья и весь народ сказали священникам и пророкам, этот человек не подлежит смертному приговору, потому что он говорил нам именем Господа Бога нашего. Речь идет об Иеремии. Он говорил о Боге, о том, что нужно сдаться врагам, идти в плен, и мы вынесли смертный приговор. Он говорит, я во имя Бога это говорю, Бог мне сказал. И тогда общий совет сказал, он не должен умирать. Вот так может быть с нами. Будем говорить о Боге, возмутяться кто-то, а дальше Господь может такое сделать, что из них самих станут. Он не должен умереть. Он говорил во имя Господа Бога. Я сейчас смотрю, в коридоре, на выходе у нас написано Соломон, 30 глава, 6 стих. Так говорит, не прибавляй к словам его, чтобы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. Считаем Коран, якобы по откровению Мухаммату, Мухаммад его. А то мы привыкли Мухаммед, Магомед звать. И он говорит, не Соломан, а Сулейман. Так его Сулейман лжецом называет. Он к словам Божьим все прибавил. Не прибавляй, чтобы не оказаться лжецом. Магомед уже лжец. Его святые отцы все это называют. Почему? А святые отцы добрались из священного писания. Он на каждом шагу все прибавлял. Евреи тряслись за каждую букву, чтобы сохранить. Он пришел, разом отбросил, все это неверно. Евреи ничего не могли сделать, чтобы писание сохранить. А мне было откровение. Лжец? Кто сказал? Ян Дамаскин, Кирилл и Мефодий. Это все в житиях написано. И это слово твердо и прочно. Кто бы нас ни пытал, ни допрашивал, мы всегда должны сказать, слово Божие неприкосновенно и прибавляющее к словам его есть лжец. Это не касается лжец любой, кроме его. Такого нет нигде. Это все сатана придумают. Иеремия 26.16 Считали мы. Захария 13.7 Отец и мать сказали, тебе не должно жить, потому что ты ложь говоришь во имя Господа Бога. Я веровал, потому говорил. А если не по слову Божию, то даже родные отец и мать должны сказать, ты жизни не достоин, потому что не по Библии говоришь. Вот как строго смотрел еврейский народ за соблюдением Слова Божия. Матфея 14.4 Что не должно? Вот я беру как раз пояснение слова сказать, говорить о чем. Здесь говорится так. Потому что Иоанн говорил Ироду, не должно тебе иметь ее. Он веровал, что это беззаконие, и это беззаконие, вопреки законе, которая говорила, что не брать при живом брать жену его. Он при живом ее взял. Тем более, он умрет, если бездетная, у него уже дочь была. То есть, все полное нарушение. И он говорил, потому что он веровал. Если мы веровать будем в Евангелие, твердо веровать, что это от Бога, наши устания будут закрыты. Мы всегда будем говорить, вот здесь нарушено, вот здесь неправильно говорят, вот здесь люди не знают, как Иоанн. Он веровал, вот и говорил. Почему сегодня молчат священники? Или не верят, или закон совершенно не знают. Они на каждом шагу должны крещать. Епископ нарушает. Их братья-священники нарушают на каждом шагу. Неправильное крещение, неправильный вход в церковь, неправильное допречастие допускают. Берем только видимое, что в церкви. Все неправильно. Раскрыли двери, а написано двери очень узкие, вход очень узкий. 1 Фессалоникийцам 4,6. Чтобы мы не поступали с братом коростолюбиво, ибо за это все, как я говорил прежде, грядет гнев Господень. Вот несправедливое отношение друг к другу мы тоже видим. И об этом я говорил и не молчал. О чем говорить? Я веровал, говорил. Говорить, примиряя друг друга, обидчика призывать к покаянию. Евангелист Марк 16,17 говорит, У верующих будут сопровождать сии знамения и далее, и будут говорить иными языками. Какими? Они заговорили на разных языках, где они перечисляются. Но главный язык, это язык любви к Слову Божьему. Язык любви к Богу. Я говорю во имя Бога, потому что мой Бог так сказал, и я люблю Слово Божие, и вижу, что вы его разрушаете. Как? Если зашли мы в картинную галерею, и видим хулиган, когда она за ним не смотрит, пачкает картину, наверное, мы вступимся. Или видим какое-то красивое сооружение, кем-то разрушается. Неужели Слово не скажем? Речь идет о поношении на Церковь, на Слово Божие. Иоанн 7, 31. Многие же из народа уверовали и говорили. Слово уверовали означает приняли то, что говорено было. То, что Христос проповедовал миру. Иоанн 8, 30. Когда он говорил это, многие уверовали в него. Это неоднократно повторяется. И дальше, дальше эта молва разносилась. Деяние 19, 4. Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы верили в грядущего по Нем Господа Иисуса Христа. Иоанн говорил, чтобы верили в тому, кто придет. И нам заповедано говорить о том, что Господь придет судить этот мир. Мы являемся его свидетелями. Не просто я веровал. Я могу это сказать, что я веровал. И я говорил. Я столько наговорил. Если где-то ошибся, сколько мне придется отвечать. Когда меня судили, у меня только официально, на суд было официально 2500 часов наговоренного. Часов. Не считая, что в несколько раз в суд не попало. Да не считая, что не было записано, только записано на пленку было. Теперь речь говорится о том, что мы веровали. То есть возьмите себя теперь в это число. Я вам смело могу сказать, подражайте мне, как я Христу, в том, чтобы не молчать. Непрестанно и везде свидетельствуйте. Вот пришли сегодня братья, они в городе были свидетельствовали, подходили людям. Я говорю, представьте, что вы если не ходили, не было книг, за деле-то никакого не было. И вот что вы рассказываете, подходили новые люди, купили книги, это бы ничего не было. Даже вообразить невозможно. Мы бы не знали друг друга сегодня, не стояли бы здесь, не было бы этой пропади, ну как все, пришел в храм, вышел, никто никого не знает. Даже вообразить страшно. Мы настолько свыкли с этой благодатью, данной нам от Бога даром, настолько мы у Бога благословенны, что мы этого и не замечаем. Деяние 14.1 Они говорили так, что уверовало великое множество людей. Об этом надо перед Богом на молитве говорить. Господи, такие же были эти люди, апостолы, такие же, как мы, или я был подобный нам человек. И вот они говорили, тогда евреев было насилием. Кто не принимает, того уничтожали, захватили земли, ну тут точно так, как арабы сейчас делают. Но ведь мы другого духа. Ученики, воспитанные в иудейском духе, они говорят, позволь Господи, мы сейчас селение уничтожим, не приняли. Как сейчас. Ислам не принимают, всех резать так. Они не приняли Моисеев закон, резать, убить огнем с неба. Иисус говорит, не знаете, какого вы духа. Мы знаем ли, какого мы духа? Если мы это знаем, то этот дух должен быть с нами и в нас. Он говорит, приду, и обитель у него сотворим с Отцом. Я наполню уста твои, и ты воздействишь истинную мою. И большое, великое множество людей уверовало. Почему? Потому что здесь благодать действовала и призывающая, и обращающая. Нам подсказал святой Феофан, затворник, что эта благодать есть. Я дальше хочу знать, почему же Феофан криком не кричал, не вопиял. Ему открыто это было, но он же видел, что нет проповеди. Где эта благодать? Каждый священник махал рукой крестным знаменем, благодать с тобой и сын мой, благодать Господа Иисуса Христа, любовь Бога Отца и причастие Святого Духа, общение. Вы говорили эти слова, где она, эта благодать? Раз проповеди не было, народ пошел на другую сторону. Незасеянная земля заросла сорняками, тернием, и Бог выжиг это, потому что по этому полю проходить нельзя, как говорит Езер. Если Он знал, что есть благодать обращающая, даже если где-то и говорили, была благодать призывающая, то мы можем сказать, а где была благодать обращающая? Чтобы они не бегали за Иоанном Кронштадтским, батюшка, батюшка, а благодать обращающая действует через обращение, когда человек прямо обращается ко Христу, сознается, что он погибший грешник, шел в одном направлении, теперь пошел в другую сторону, ко Христу. Где? Серафим Саровский тоже заложил теорию двухмирной стяжи, и вокруг тебя соберутся тысячи. Ни одно слово неправильно сказано здесь. Не соберутся. Давыд говорит, я мирный, но только заговорю о них к войне. Наоборот, соберутся тысячи, когда ты будешь проповедовать, когда у тебя будет тысяча учеников, и ты будешь свидетельствовать. Сколько лет мы говорим здесь-то? Всего сто человек с детьми. Ну, в других местах, там кое-как тебе приезжают наши друзья, ну, не намного больше-то. Итак, если мы веровали, и с этой верой пришли сюда, в конце моления сегодняшнего, попросим, Господи, чтобы мы все всюду говорили о Твоей любви. Аминь. Аминь. Спасибо.